Славянская культура Спасибо за то, что вы все сегодня пришли, что сегодня мы вместе с вами можем лицезреть уникальные полотна, древние образы наших блинных предков, что сегодня здесь, в этих стенах, дети могут познакомиться с традиционными ремеслами наших предков, познакомиться с нашей древней, исходной славянской культурой и ее обычами. Наверное, в этом главная суть того, ради чего мы сегодня вместе встретились. И наше знакомство с традициями начнется сегодня со старинного и знакомого, наверное, всем русского обычая. Из далекой древеской земли к нам сегодня прибыл хлеб. Хлеб настоящий, живой, бездреживой. И я приглашаю вас присоединиться к этому таинству и отведать хлебушку. Наши предки, как дети были, миром правили, жизнь любили, словом ладили. Отсюда славяне, жилевое, волгвы, миряне. Их природа свела природе при могучем живом народе. Жизнь в единую веру сплеталась, дети малых в ней рождались. Погляди в небеса, там сверкают глаза часа, там взирают славяне. Что свершают их дети, миряне? Мы приглашаем для приветственной речи организатора фестиваля, популяризатора славянских традиций и главу Национального фонда древневидической культуры Свара, Андрея Шахова. Переслав. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на нашем осеннем празднике, который имел название в древности Новолетие. Он проводился осенью, во время осеннего равнодействия. Очень важно в наше время прикоснуться к основам, к нашим корням, потому что известно, что древо, которое не имеет корней, оно засыхает. Так и народ, который не знает своей истории, своей истинной культуры, он вырождается. Поэтому очень важно правильно воспитать наше будущее поколение, наших детей. Потому что передача образов нашей культуры, нашей исконной культуры, это и есть правильное истинное образование. То есть образование происходит от слова «передача образов». Поэтому очень важно передать правильные образы нашим детям, нашей культуре. И тогда мы, славяне, наша страна сохранится в веках, в тысячелетиях. Если мы отдадим это очень важное место в нашей воспитательной работе американским средством массовой информации, то тогда они нам воспитают, соответственно, американцев. Поэтому очень важно, очень важно всем нам сконцентрироваться, объединить усилия и передать исконные корни, исконные образы нашей культуры, нашим детям. Именно для этого мы и проводим подобное мероприятие. Это очень важно. Поэтому я всех поздравляю с этим праздником и выражаю благодарность тем, благодаря кому этот праздник стал возможен. Он стал возможен объединением всех усилий, которые мы смогли предпринять для организации этого праздника. Поэтому очень важно, чтобы все мы посмотрели на эти прекрасные образы и восприняли их в себя и передали вперед поколение, передали нашим детям. Спасибо. Сегодня мы встретились в удивительном месте, в старинном дворянском гнезде уравьевых апостолов. Я думаю, что все уже обратили внимание на то, как эти своды подчеркивают красоту картин, создают определенную атмосферу для того, чтобы выставка тематически соответствовала своей сути. И за это мы искренне благодарны хозяйке этой удивительной усадьбы и хотели бы предоставить слово директору Дома-музея усадьбы муравьевых апостолов Макеевой Татьяне Савельевне. Добрый день. Мы рады приветствовать всех тех, кто пришел сегодня на эту выставку. Вам уже сказали, что этот дом действительно старый. Это одна из самых старых усадьб московских. Вот то свончатое помещение, где мы находимся, это XVIII век. Но очень приятно, что сегодня... Вообще мы занимались скорее XVIII-XIX веком. Но так приятно, что сегодня мы пошли немножечко дальше, в глубок веков. То есть здесь показаны те образы, на которых строилась русская история. И вы знаете, что русская литература расцвела в XIX веке, в начале XIX века. Мы называем его Золотым веком. Но литература эта строилась вот на таких образах. Я просто очень простой пример приведу. Это Пушкин. Пушкин, который создавал свои сказки на основе тех сказок, которые ему рассказывала няня. Вот эти сказки, мы их вот видим и здесь. Эти образы, они сегодня в нашем доме. И я думаю, что это не первая наша встреча. Я надеюсь, что мы не раз будем обращаться к истокам русской духовности. Потому что вот то, что мы видим здесь, это и есть те самые истоки русской духовности. Которые мы обязаны передать вот таким вот представителям нашего. Еще раз приветствую вас здесь. И смотрите прекрасную выставку, наслаждайтесь, запоминайте все это. Это наше богатство. Спасибо. История живая цепь времен, так говорил классик. Тронешь в одном месте, отзовется в другом. Без прошлого нет будущего. И те, кто готовы воспринять это будущее и прошлое, это дети. Мы предоставляем слово координатору проекта «Красный крест. Дети» Инне Жобелевой. Добрый день, уважаемые присутствующие. Основные гуманитарные программы Московского Красного Креста направлены на поддержание прежде всего детей из социально недоощенных семей. Детей-сирот, детей, потерявших кормить, детей обездоленных. Основной задачей Московский Красный Крест в своей деятельности видит поддержание именно таких семей. Создание вокруг них любви, комфорта. Сделать таких детей счастливыми – это наша основная задача. Считаем, что вот такого плана выставки должны быть проходить как можно чаще в нашем регионе, должны быть проходить чаще в Москве. И приобщение наших детей к нашим истокам, к нашей истории – это очень важный вклад в наше будущее. Уже находясь здесь, мы, взрослые, не только дети, получили огромный заряд позитива. И надеемся, что это даст зерно положительных эмоций и стремление узнать о нашей истории, о нашем подрастающем покорении. Хочется выразить большую благодарность, искреннюю благодарность организаторам данной выставки. Здесь очень замечательно. И дай Бог, чтобы это начинание таких выставок было продолжалось, и мы с удовольствием будем участвовать. Спасибо вам огромное. Многие замечательные благотворительные инициативы остались бы только лишь инициативами, если бы с ними не работали профессионалы. Слово предоставляется заслуженному работнику органов внутренних дел Российской Федерации, полковнику полиции, председателю управления Международного благодарительного фонда «Феникс» МВД России Хусану Турбоновичу Файзиеву. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые дамы и господа, уважаемые организаторы дня от имени Министерства внутренних дел Российской Федерации от коллектива Международного фонда МВД России. Хочу вас приветствовать и искренне поблагодарить организаторов. Прекрасная выставка, прекрасный фестиваль. Это действительно дает еще нам утолчок для доброго понимания истории. Это прекрасное понимание того, что мы воспитываем детей в нужном направлении. Это прекрасный дух прорастает у маленьких детей. Любовь к России, великой истории, великой отчизне. Фонд более 10 лет уже проводит такие мероприятия. Мы вернулись недавно с Францией, организовывали выставку с Дмитром художественном салоне, плодом Моне, выставляли там русские картины, пользовались большим авторитетом. Я думаю, что эти выставки, безусловно, позволят нам дальше продвигать свою Россию вперед. Я искренне благодарю вас и всех организаторов. От имени Министерства внутренних дел я хочу учить организатору эту книжку. Прекрасная, это про нашего ветерана, орган внутренних дел. Пожелать вам самого здоровья, счастья и радости. Всем успехов, здоровья и благополучия. Спасибо. 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 Спасибо.